Конфискуемое на таможне имущество Увеличивается количество почтовых отправлений, междугородных аэропортов, увеличивается потребность в таможенниках и морских портах. Только на Дальнем Востоке 32 порта. Кроме того, нам сейчас передают функционал по уничтожению и реализации конфискованного и задержанного контрафактного имущества, сказал Бельянинов. Чего его реализовывать? Его уничтожать надо. Потому что как начинают реализовывать, так сплошное жульничество, сказал Путин. Это была не наша инициатива, сказал на это Бельянинов. Вместе с тем он согласился, что у него также такие опасения есть. Президент России Владимир Путин Президентское видение основных направлений развития России на ближайшую перспективу, а также информация о важных решениях главы государства, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями. Владимир Путин согласился провести амнистию к 20-летию Конституции. На встрече с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным и руководителем Совета по правам человека Михаилом Федотовым, Путин поручил доработать проект амнистии вместе с депутатами Госдумы. Амнистия может распространяться только на тех лиц, кто не совершил тяжкие преступления и преступления, которые связаны с насильственными действиями в отношении представителей власти, прежде всего правоохранительных органов, заявил глава государства. При этом президент принял решение, что сам будет вносить законопроект об амнистии, уточнил для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Продолжение следует...